Грандиозное сооружение, масштабы которого трудно описать словами. Именно так эмоционально и открыто делится своими впечатлениями победители конкурса песен и стихов про Крымский мост. Всего 9 человек из разных уголков России и близлежащих стран. Москва, Иваново, Новый Уренгой, Орел, а также белорусский Дзержинск. Города, чьи жители прославились благодаря своим творческим способностям. Победитель в номинации «Лучшая песня» Леонид Чернышев уверен, Крымский мост – это яркая страница в истории России. Столько эмоций, которые буквально захлёстывают в тебя и не знаешь, что именно здесь смотреть. Буквально кругом одно строительство, одно рабочее, агрегаты, элементы. В общем, находишься в каком-то сказочном месте. Когда писал песню, действительно, я не думал, что это настолько, настолько, настолько впечатляющее сооружение. Ой, вот, ну теперь я своими глазами увидел всё это. Сотрудники Крымского моста организовали для гостей настоящую экскурсию. Победители конкурса стали свидетелями проведения монтажных работ на пролётных строениях автомобильного и железнодорожного назначения. Понаблюдали за тем, как морские суда проходят по Керчи и Никальскому каналу, а также одними из первых прогулялись по уложенному асфальту на острове Тузла. Как утверждают авторы песен и стихов, больше всего поражают темпы строительства. Смотря на фотографию, мы видим кусочек. Этот кусочек у нас маленький, размером с экран. А увидеть в таком масштабе, что вот ещё ехать какое-то время, видеть сколько разных построек, сколько вот всего этого, сколько этих свай, насколько это масштабно, вот это действительно восхищает и удивляет. Больше всего впечатлили люди, которые с таким энтузиазмом за такие короткие сроки вот это всё строят. Вот это больше всего. То есть, чтобы вот это возникло, это нужно приложить не просто труд, но вложить в это душу. Александр Давыдов, занявший третье место в номинации «Лучшее стихотворение», делится. С 2003 года регулярно посещает Крым на машине. Конечно, после того, как мост будет закончен, он снова поедет на полуостров. Вот только дорога займёт в разы меньше времени. Спокойно погулять по асфальту, как сейчас, финалисты и победители конкурса уже не смогут. Но уверены, каждый вернётся сюда для того, чтобы увидеть грандиозное сооружение в действии. Просторы и размах впечатляют. Это, конечно, источник вдохновения. Конечно же, мне очень хочется поехать по нему и в Крыме побывать хочется, конечно. Но я так думаю, что это мечта осуществится. О чём мечтать? Побывать здесь ещё раз, увидеть, как это будет всё закончено, как это будет выглядеть уже в окончательном варианте. Надеюсь побывать на открытии, исполнить песню. Помимо экскурсии на Крымском мосту, гости посетили дом-музей Михаила Лермонтова, а также познакомились с обычаями кубанских казаков. Как утверждают финалисты конкурса, эта поездка вдохновляет на создание новых творческих произведений. Напомним, песни и стихотворения про Крымский мост люди присылали со всего мира. За два месяца поступило более 2500 работ из 15 стран. По итогам конкурса лучшим музыкальным произведением стала песня водителя из Иванова Леонида Чернышева. Народный артист Российской Федерации Олег Газманов исполнил её лично на конкурсе «Новая волна» в Сочи. Егор Зайцев, Служба новостей и ТВ.